Лыжня России Здесь они вроде бы в своей собственной среде. Это самое главное социум, который дает возможности людям продвигаться. Они видят, что есть такие, которые могут завоевать лучше, хуже. Они приходят к нам на соревнования. Они не только лыжи, а это является толчком для всех занятий, которые мы можем с вами предложить для инвалидов. Московские соревнования для людей с ограниченными возможностями фестиваля Лыжня России проходят пятый год. В этот раз его участниками стали более 500 человек. На старт! Внимание! Поехали! На дистанциях 500 и 1000 метров соревновались паралимпийцы разных категорий. Люди с проблемами слуха, поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями интеллекта и инвалиды по общему заболеванию. Честно сказать, я очень довольный. Лыжня, конечно, скользилась, несмотря на то, что скользковато, что ноги немножко подкашиваются из-за моего заболевания. Но я, в принципе, доволен. То, что, как говорится, проверил себя и поучаствовал. Мне понравилось, несмотря на то, что я падал. Ну, упал, встал, пошел. И там на финише тоже встал и пошел. Но главное – самоучастие. Не главное, что победа, а самое главное – это участие. И эта заповедь олимпийского движения стала девизом для многих лыжников, вышедших на старт. А для кого-то было особенно ценно улучшить свой собственный результат. Мне кажется, лучше, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз я умудрилась шипасть прямо на середине лыжни. И я считаю, что в этот раз я провожала достойнее. Организаторы соревнований Москомспорт и Федерация инваспорта столицы позаботились о прокате инвентаря, прокладке лыжной трассы и теплой атмосфере в этот морозный и ясный день. Сегодня все-таки не столько соревнований, сколько мероприятий для души. Чтобы проехаться, посмотреть, с друзьями встретиться, которых давно не видели – это важнее, чем занять какое-то место. Спортивные площадки и зимние трассы из Майловского парка гостеприимно открыты для паралимпийцев не только в дни массовых соревнований, но и для регулярных занятий. Лыжи – это само собой, а скандинавская ходьба у них очень любимая, распространенная и, так скажем, вид спорта, на который они сюда также приезжают в огромном количестве. Сегодня специалисты выделяют адаптивные виды спорта в отдельное, особенно эффективное направление реабилитации, позволяющее человеку с инвалидностью преодолеть комплексы и поверить в себя. Наши дети, у которых ограничены возможности в движении, в каких-то упражнениях, там все, они здесь получают вот свое «я», что я смогу, я осилю, я сделаю, у меня все получится, я буду первой. Вот, да, Вирус? Да? Вот, и, во-первых, здесь дружба, дружба, сплоченность, мы друг друга выручаем, помогаем, все вместе, так что это вот прям, дай бог, чтобы все у нас получалось у всех и процветало. Спасибо организаторам, всем, кто проводит такие прекрасные фестивали, вот эти спортивные соревнования. Заяц бодрости! Бодрости, молодец! Оптимист, заяц бодрости! Да, и что мы должны сказать? Приви в силу и едать! Молодец! Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно!